Друзья, товарищи, мое почтение. Сегодня немного кухонной философии. Перегоняю я в данный момент брагу из кукурузы. В чем вообще смысл сегодняшнего разговора? У меня такая история. Захотел я сделать, скажем так, такой зерновой микс под бочку. Но зерновой микс не, скажем так, я его не сбраживаю, этот зерновой микс, а купажирую уже готовый. В общем, получается, я сбраживаю отдельно разное зерно, разную крупу по отдельности. И далее в равных долях хочу закупажировать и залить в новую бочку. Бочку буду брать у бандарни Григорянов в Майкопе. Буду брать, скорее всего, полтинник, потому что сотку я сразу вряд ли потяну. Ну, это достаточно трудоемкое дело заниматься вот этим всем на кухне, в квартире. Понимаете, это набрать дистиллята на какую-то большую бочку, это довольно-таки трудоемко. Сами понимаете, это много времени уходит, много сил. Вот такие дела. У меня есть последняя десятка бочка осталась. Кстати, она у меня... Это бочка сербская, партизан, Славонский дуб. Она у меня стоит с искорем. Я хочу ее разыграть между подписчиками, между вами, совершенно бесплатно. Вот. Ну, это следующий видеоролик сниму. И все, десяток у меня больше не будет. Это вот последняя десятка. У меня 22 литра. И получается 34 литра. И 20 литров из шелковицы бочка. Ну, и теперь вот хочу взять на полтинник. Сильного обжига возьму. Получается, она будет наверняка тоже не 50 ровно литров. Наверняка может быть чуть больше. И вот замиксовать в нее первый залив. Вот такой вот дистиллят. Как буду бочку подготавливать, а никак. Бочка эта у нас идет кавказский скальный дуб. Древесина у бочки раскисленная. Как ее раскисляют, я не знаю. Я пытался как-то узнать у старого бондаря, царство ему небесное. Он мне не рассказал, пожелал, чтобы этот метод остался, как сказать, его таким небольшим секретом. Ну, да ладно. Подготавливаю бочку я как. Я заливаю ее водой. И, ну, максимум дней 10. Она у меня стоит с водой. За эти 10 дней я раза два воду меняю. Ну, раза три пускай даже могу воду поменять. За эти 10 дней, там, 10, ну, 12 дней пускай, да, вот так. Я смотрю, где течи есть, где нету, чтобы и все было чики-брики. Все. В общем, максимальный срок вымачивания бочки – это 14 дней. И то не для того, чтобы из нее водой вымыть какие-то там танины, да, или лингнины, а только для того, чтобы проверить ее на герметичность. И все. Водой вы никогда с бочки агрессию не снимете. Это все хрень полнейшая. Это все чушь собачья. Если снимать с бочки агрессию, если дуб агрессивный, это надо снимать чем-то спиртосодержащим. Ну, так вот. Вот эти бочки, у меня две бочки. Вот это, Григоряновских. И что первую, что вторую, я агрессию не снимал, и напитки получаются великолепные с первой заливки. Так что и здесь я это делать не буду. Максимум на две недели залью и все. Тем более, ну, вы представляете, одно дело там 10 литров, 20 литров, а 50, 100 литров или более. Как ее там, чем, кто ее вымачивает? Да никто этим не занимается. Если правильная древесина, правильный дуб, правильно сделанный, высушенный, подготовленный, то там прекрасно все будет. Вот. И первую заливку я хочу туда вот замиксовать. Такой сделать микс из дистиллятов в равных долях, повторюсь. Допустим, будет 5 разных дистиллятов, может быть, даже больше 5, не знаю. Вот. Замиксовать в равных долях. Крепость будет, я так думаю, в районе около 65 процентов. Стоять она будет в гараже. Получается, при сезонном изменении температур. Ну, вы понимаете, осень, лето, зима, там весна, да? Вот это все дело. Вот. Ну, у меня и сейчас там бочки так стоят. Я в подвал бочки не опускаю, потому что подвал у меня, ну, просто очень и очень сырой. А вот при таком сезонном изменении температур, получается, по моему мнению, хороший продукт. Был бы хороший подвал, вопросов не было бы. Но его нет. Так, в общем, такое вот дело. И поэтому я вот сейчас занимаюсь перегонами разного там зерна, разного там... Солод даже будет там тоже присутствовать. Вот. В общем, интересен мне вот такой напиток. Хочу посмотреть, что получится. Ну, люблю там поэкспериментировать, да? И в то же время, далее займусь конкретно чисто солодом, чисто веневским солодом, потому что там нужно будет, наверное, двадцаточку сливать, а, может, и не нужно, там посмотрим, может, она еще будет стоять. Вот. Видно будет. Ну, в общем, займусь еще веневским солодом. Может, еще одну бочечку возьму. В общем, сейчас по максималке вплоть до, наверное, зимы, вот лето, вот сейчас весна, лето по максималке, вот, насколько смогу, потому что летом, кроме вот этих всех самогонных дел, других дел тоже достаточно. Во! Сколько дел хватает. Ну, насколько возможно, буду заниматься сахаром, заниматься вообще некогда, спиртами. Вот. Единственное, что ГФС-кой буду заниматься, периодически буду перегонять глюкозно-фруктозный сироп на спирт, на самогон. Спиртику надо подготовить из ГФС-а к осени, когда пойдут уже ягодки, чтобы настойки делать на ягодках, там смородинка, крыжовник, вишенка, все это вот наше любимое. Это я из ГФС-ки спиртика подготовлю. Так, ну что еще? Что-то мысль ушла, о чем-то хотел сказать и совершенно забыл. А, да, про самогон. У меня тут еще некоторая задумка есть. В общем, я делал из ГФС-а чисто получается, ну как самогон, ну вот как раньше мы делали самогон, да, то бишь первый перегон, ну мы сейчас вот делаем без отбора голов, хвостов, да. А как мы раньше делали? Сразу с браги там отбираешь голову и перегоняешь там, грубо говоря, до определенной какой-то крепости. Ну и вот это тело там употребляешь. Вот. Ну я попробовал, сделал. Мне говорили, что ой, аутентичный самогон, надо сделать. Я попробовал, сделал, мне нет. Я это пить не хочу уже, мне это не понравилось. И у меня там вот товарищ один хочет попробовать, но я ему сказал, что я сделаю. У него нет колонны, вот, и он, скажем так, у него вообще там, ну этот змеевик еще дедовский, и он колонну не желает покупать, хочет купить именно тоже что-то там типа сухопарника, в общем, он ярый противник колонн. В общем, он замутились, мы с ним что-то заговорились, он говорит, ну попробуй ты сделай. Смысл в чем? Что сделать без колонны из ГФС, а не из сахара, из ГФСки, но не с первого перегона, а, допустим, три перегона сделать с укреплением. Допустим, а с укреплением каким? С укреплением естественным, без дефлегматора. В общем, простейший прямоток собираем, да, и что мы делаем? Получается, ну, возможно, с применением сухопарника. Мы делаем первый перегон без отбора голов и хвостов, делаем второй перегон с отбором голов и хвостов, и делаем третий перегон с отбором голов и хвостов, и вот у нас получается с каждым перегоном идет укрепление, и в итоге получится вот какой-то такой чистый дистиллят, более чистый дистиллят. Уже получается не ректификат, а укрепленный дистиллят. Ну, в общем, вот таким вот образом это получится уже и не ректификат, да, он будет уже, ну, там все это будет сделано без насадок, а чисто на прямотоке. И вот он сделает, говорит, мне, я попробую и, скажем так, сравню с моим же, вот, ну, спиртом, который я делаю. И, в общем, он хочет для себя понять, вот все-таки покупать ему колонну или нет, хотя вот не могу я его убедить, вот хоть убей. Нравится ему, спирт я свой давал, ну, как, да я ему спирт давал, именно разведенный там до 40, да, сделанный, ну, чисто как водка, да, нравится, но все равно, типа, нет, я вот дистиллят. Ну, в общем, вот такая вот история. Ну, все-таки займусь я этим сделаю, тем более у меня вон там с ГФСом бочечка стоит, уже отбродила ГФСки еще, слава богу, друзья, товарищи подгоняют, еще есть, еще подгонят. Там вот две канистры по 20 литров спирта сердца еще с ГФСки стоят, вот. В общем, ладно, такая вот история. Что у нас здесь? Такая, в общем, история. А здесь что? У меня, получается, будет полноценный ролик о перегоне, как я ставил брагу, как перегонял, завтра будет у меня дробный перегон на шлеме я буду делать. Вот. Сейчас у меня что? Индукционная плита, 2,5 киловатта, куб, увеличитель куба, брага, залито вместе, естественно, с кукурузой, все там, ничего не фильтрованное, без фольжна, без всего. Здесь диоптер, здесь стоит медный пыш, но тут шляпа, холодос, все, идет отбор. Вот, идет отбор. Что получится из этой кукурузы, я не знаю. Эту кукурузу я покупал на Валбересе, 10 килограмм, 600 рублей она стоит. В выходной день пойду на рынок, куплю кукурузу, которую на корм животным продают. Там есть целая в зернах, есть дробленая, куплю уже дробленую, из нее попробую поставить. Ну, поглядим, сейчас вот даже понюхать, что там идет на аромат. Ну, что на аромат? Тяжелый спирцерец такой, не вонючий, но вот аромат такой густой-густой. В кубе 95. Ладно, поглядим, что из конкретно одной кукурузы там выйдет. Я как бы чисто кукурузный не любитель. Ну, а там вкусы меняются. Посмотрим, что получится, что выйдет. Вот. Сейчас перегоняю, как вы видите, режим у нас идет прямотока, да? Ну, тут вот стоит нержавейка, но внутри медный пыш. Медный пыш обязательно ставьте. А вот уже дробный перегон я буду собирать как? У меня будет шлем стоять, у меня будет стоять конус, далее переходник, далее там этот холодильник. Все. дробный перегон на шлеме я делаю. На шлеме на одном, на двух конусах там, ну, по-разному. Вот. Мне на шлеме дистиллят очень нравится. Там кто бы что ни говорил, на шлеме, вот на медяхе, на такой, мне дистиллят нравится. Что в бочке, что ставлю я на бруски, на палочки, как там называют людей, которые любят на бруски, на палочки ставить дубовые, палочники, брусочники, да. Я тоже люблю на палочки, на брусочки поставить. У меня, ой, много всего, столько стоит. У меня столько стоит разного бухла, блин, я не знаю, когда кто это будет пить. Банки там, благо подписанные, бутылки там, что там только нету. Вот. И вот еще даже смысл такой интересный. Я обычно на брусочки ставлю, да, на три месяца минимум. А вот у меня некоторые банки сейчас стоят, да уже год, наверное, с брусками в подвале. И я уверен, напиток будет бомбезный. Потом будем дегустировать. Вот, напитки будут бомбезные просто. Что еще по напиткам, по этим скажу, что я не люблю их делать крепкими. В основном я их делаю, ну, даже можно сказать 40, там 39, 38. Вот так вот можно. Крепкие не люблю, потому что не особо мягкие они такие, скажем так, к питью. Вот. Вот, допустим, там вискарь у меня 43% по крепости. Вот он на аромат великолепный, а вот по когда пьешь, вот горлышко обжигает. Я его чуть подразбавил, фу, и вот прям гораздо лучше стал. До 40 его разбавил, прям горало гораздо лучше. Но это, опять же, лично моя вкусовщина. Кто как любит. У меня есть бренди бочковой выдержки. В общем, я оставил 65, она у меня. Я одну часть разбавил из бочки, да, до 40, где-то двух, наверное. И одна часть у меня бочковая, там 65. Ну, вот ты так, глоточек сделаешь, но он вкусен вообще ароматный, вот бочковой, он очень вкусный, ароматный, там просто пипец какой ароматище. Но его, так сказать, не так, чтобы пить, а вот глоток сделать, и там еще через, не знаю, полчаса глоточек маленький сделать, вот так вот его пить. Но это уже ладно, это уже все лирика такая. Ну, и раз я люблю так вот посидеть, фильм посмотреть, с бокальчиком, налить себе в бокальчик 70 грамм, вот такого крепкого, бочкового, и вот эти 70 грамм тянуть там весь полуторачасовой фильм, вот по такому маленькому глоточку, это очень приятно. Такими напитками не накидываются. Хотя, вот, все равно от него, ну, он же крепкий, так что подзабалдеваешь. В общем, напитков очень много стоит разных, чего куда, когда их там пить и пробовать, уже прям аж не знаю. Некогда, времени не хватает. Вот. Потому что тоже, сами знаете, ребят, понимаете, что все вот это наше дело, оно времени-то отнимает уйму. Вон, в окошко смотрю у меня здесь интересно. Время отнимает уйму, а дела-то, кроме этого, тоже разные есть. Вот сейчас там у меня в гараже дел, вот, там на кладбище надо сходить, там дела есть, там тоже надо убраться. Туда-то сходить, там дела сделать. Потом еще свои там по работе дела тоже надо делать. И, короче, там, блин, голова кругом идет. Вот, голова кругом идет. И когда есть свободное время, не знаешь, за что браться. Вот. Не знаешь, за что браться. Так что, вот так. Думайте. Поэтому, вот, я, к чему все это? Что, вот, бочка большая, это хорошо, чем больше, тем лучше. Но тут надо рассчитывать свои силы. А сможешь ли ты ее, эту бочку, наполнить? А то взять-то возьмешь, и будет она пустая стоять. Вот дело в чем. Очень это все так проблематично. Так что, прежде чем покупать бочку какого-либо объема, подумайте, рассчитайте свои силы. Сможете ли вы залить ее? И я бы бочку вам посоветовал покупать уже не то, что сначала купили, а потом готовили дистиллят. А сначала приготовьте какой-то дистиллят, пускай даже не на всю бочку, а на полбочки и потом уже бочку ищите, заказываете и все такое прочее. А то, допустим, бочку купите, бочка к вам придет, а у вас там в нее лить нечего. Будет она пустая, стоять, сохнуть, тоже не делаю. В общем, все, ребята. На сегодня философия наша кухонная закончена. Жду ваших комментариев, лайков, подписку на канал. В скорости схожу в гараж, сниму коротенький видеоролик по бочке сербской, солью с нее, что там в ней осталось. Она у меня стоит с дистиллятом, наверное, уже два года. Ну, может, полбочки там осталось, полбочки, ангела выпили. Просто интересно, вот какой он за это время получился там, дистиллят. Ну, если какое-то адское пойло, ну, что ж, куда ж деваться вот от этого. А так, посмотрим, попробуем. плохой-плохой, хороший-хороший. Здесь, ну, десятка, в десятке, конечно, да, может получиться и ядреная табуретка. Ну, хотя там заливка вторая, там заливка не первая, может быть, и что-то хорошее там выйдет. Поэтому, вот десятки я что-то как-то не очень люблю. Ладно, все, други мои. Всем пока, до новых встреч. Кому не сложно, напишите комментарии, что вы думаете вообще по всему этому поводу. Интересно почитать ваши мысли. Потому что вроде, ну, как говорится, одна голова хорошо, две еще лучше, а три уже Змеи Горыныч. Все-таки, когда идет какая-то такая вот обратная связь, да, все-таки кто-то своим опытом тоже из подписчиков в комментариях делится. это приятно и опыт лишний он никогда не бывает. Все, друзья мои. Всем пока. Я продолжаю дальше перегон 50,2 о, 50,2 и 95,2 у меня в кубе. Еще тече и тече. Пока, друзья. Выключаемся.